Я познакомился с Алексеем Навальным на встрече в Варшаве еще в 2019 году, и он пригласил меня приехать в Москву весной 2020, чтобы поучаствовать в одной дискуссии, потому что мы, очевидно, разделяем общую приверженность демократии и демократии в России в частности. Из-за ковида нам пришлось отменить эту поездку. Потом была попытка его отравления, а потом он был арестован. Ситуация ухудшалась на моих глазах. Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ему и работе, которую он делает в России. Потому что я думаю, что россияне живут под гнетом ужасной диктатуры, и он был одним из важных источников сопротивления ей. Когда соратники из команды Навального пригласили меня в правление организации, я сразу же согласился. Потому что это меньше, чем я могу сейчас сделать, чтобы поддержать Алексея и поддержать работу, которую он ведет. Последние несколько лет я активно поддерживал Украину. Мой центр в Стэнфорде реализует ряд программ, помогающих обучать украинских лидеров. Я часто ездил в Украину, потому что я чувствовал, что именно Украина на передовой в глобальной борьбе за будущее демократии. Я полагаю, что это стало проблемой для Кремля после начала войны. Поэтому меня в России внесли в санкционный список. Я также вхожу в рабочую группу по санкциям, которая ищет возможности оказать больше давления на Россию. Я уверен, что это также не понравилось Кремлю. Но о конкретных причинах я могу только гадать. Сегодня главное, чтобы Путин потерпел военное поражение в Украине. И я думаю, что украинцы способны на это. Многое зависит от их способности сделать это в ближайшие месяцы, пока не началась зима. Это основной театр действий. Вместе с санкциями, хотя они оказались не такими мощными, как мы могли бы надеяться, я действительно думаю, что если на Западе будет достаточно воли, они смогут оказать влияние. Но военная борьба против российского вторжения является самым важным вопросом на сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!